Спасибо большое. Всем спасибо. Для меня большая честь. Спасибо моему настоящему другу. Вице-президенту Майклу Пенсу. И спасибо городу Майами. Мы любим Майами. Для начала хочу сказать, что я очень рад, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и я, а также команда талантливых сотрудников, сумели добиться возвращения на родину. Ота Вармбайера из Северной Кореи. И теперь он смог воссоединиться со своими родителями. То, что с ним произошло в Северной Корее, это ужасно. Но хотя бы он теперь находится в руках своих близких, и они могут о нем заботиться. Также мой хороший друг Стив Скалис получил пулю за каждого из нас. И ему сейчас тяжело. Он испытывает боль. Ему сейчас хуже, чем можно было предполагать. Но благодаря этому наша страна, наше общество стало более солидарным, объединилось. Поэтому спасибо Стиву Скалису. И давайте сделаем так, чтобы семейство Вармбайер и семейство Скалис, чтобы мы помнили о них, чтобы они были в наших молитвах, чтобы мы заботились о них. И нельзя не отметить прекрасную работу полиции, сотрудников полиции. Не так ли? И давайте помолимся также о будущем, мире и безопасности для всего нашего народа. А также за Кубу. Я так рад стоять здесь, вместе со всеми моими друзьями, находиться в так называемой Маленькой Гаване. Мне здесь нравится. Мне нравится этот город. Спасибо, спасибо. Здесь живут замечательные люди. Американо-кубинцы. Здесь столько любви. Я сразу ее почувствовал на себе. Спасибо, дорогая. И я люблю вас тоже. Вы построили здесь потрясающее, веселое общество, пронизанное духом любви к приключениям, дружелюбия. Именно такой могла бы быть вся Куба, и именно такой Куба скоро станет. Мы этого обязательно добьемся. Куба. Спасибо. 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 И также хочу напомнить, что здесь 110 градусов по Фаренгейту сейчас, зал наполнен битком, он просто не был на это рассчитан. Может быть, стоит заранее предупредить пожарников? Мы рады, что здесь присутствует столько лидеров общественного мнения, политических лидеров. Я хочу выразить глубокую благодарность человеку, который стал моим другом, хотя он, я вам должен сказать, это очень сильный и трудный соперник, сенатор Марко Рубио. Замечательный парень. Он человек жесткий, человек крутой. Он человек крутой, он человек эффективный, и он любит вас. Также я слушал выступление другого моего друга, конгрессмена Марко Диез Белардо. И мне очень понравилось то, что он сказал. Марио, я благодарен вам за ваши слова. Собственно говоря, я хотел встретиться с Марио, но когда я появился здесь, он был на сцене, мне сказали, что он выступает. Я хотел даже его сначала стащить с трибуны, чтобы поздороваться. Так или иначе, я очень рад его здесь видеть. И я также очень рад видеть еще одного моего хорошего друга, и хочу поблагодарить его за то, что он здесь сегодня с нами. Это губернатор штата Рик Скотт. Он замечательно справляется с своими обязанностями. Надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру в Сенат на будущих выборах. Я очень надеюсь. Рик, вы пойдете в Сенат на выборы? Не знаю, Марко, давайте его уговорим сообща. Я очень надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру в Сенаторы. Также для нас большая честь, что здесь присутствуют ветераны операции высадки в заливе свиней. Это потрясающие люди. Я храню замечательные воспоминания о наших приездах сюда в ходе предвыборной кампании. Мы посетили и Флориду, и конкретно Майами в ходе предвыборной кампании, и здесь встретили такую поддержку. Мы за нее очень признательны. И также мне была оказана огромная честь. Мне была вручена награда от общества ветеранов высадки в заливе свиней прямо накануне выборов. Мы встречались вместе, которое было названо именем одного из величайших героев кубинского народа. Вы понимаете, что это значит? Я также с нетерпением ожидал возможности приветствовать здесь двух людей, которых нет сегодня с нами, Хосе Дэниел Каррера и Берта Солера. Они должны были прибыть сюда, но им не дали покинуть Кубу. Поэтому мы заочно отмечаем этих двух замечательных друзей, которые нам очень много помогли, и хотя они не смогли приехать сюда, они сегодня не с нами, но мы с ними на сто процентов. И, наконец, я хочу отметить всех присутствующих, у каждого из которых есть своя история за плечами, история и воспоминания об утратах, о жестокости режима Кастро, о том, что они оставили и утратили на Кубе. Я признателен детям участников операции Питер Пен, вы понимаете, о чем я говорю. И всем, кто собрался в кафе, в церквях, на улицах этого прекрасного города, чтобы говорить о правде, чтобы говорить правду, чтобы встать за правду и за справедливость. И мы признателен тем, что вы говорите за безголосых, за тех, у кого нет голоса. Народ Кубы не имеет своего голоса, не может говорить за себя, но вы говорите за него, озвучиваете его обеспокоенность. Вы потрясающие небезразличные люди. Спасибо вам. Многие из вас стали свидетелями ужасных преступлений, совершенных преступным режимом, и наблюдали, как целое поколение людей живут, будучи заложниками, узниками этого режима. И, конечно, ужасно наблюдать деяния коммунистического режима. Невидных людей, которых держат в тюрьме, и священников, которые подвергаются гонениям и преследованиям за то, что несут и проповедуют Слово Божье. Мы видели, как женщин в бедных одеждах хватали сразу после церковной службы. Мы видели, как людей, которые пытались высадиться на острове, встретили залпами, и пули прошивали морские волны. Одной из тех, кто видел преступление режима Кастро, является нашей гостьей сегодня. 15 лет назад она была узницей кубинского режима. Она прекрасно выглядит. Спасибо, господин президент. Спасибо, господин вице-президент, господин Рубио, Марио Спарар. Спасибо вам всем огромное. Единственные мужчины, единственные люди, которые борются, независимо от того, какие времена встречает кубинский народ. Господин президент, от имени кубинского народа, моей Родины, спасибо. Люди, американо-кубинцы, здесь столько любви, я сразу ее почувствовал на себе. Спасибо, дорогая, и я люблю вас тоже. Вы построили здесь потрясающее веселое общество, пронизанное духом любви к приключениям, дружелюбие. Именно такой могла бы быть вся Куба, и именно такой Куба скоро станет. Мы этого обязательно добьемся. Продолжение следует... И также хочу напомнить, что здесь 110 градусов по Фаренгейту сейчас, зал наполнен битком, он просто не был на это рассчитан. Он замечательно справляется с своими обязанностями. надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру в Сенат на будущих выборах. Я очень надеюсь. Рик, вы пойдете в Сенат на выборы? Не знаю, Марко, давайте его уговорим сообща. Я очень надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру в Сенаторы. Также для нас большая честь, что здесь присутствуют ветераны операции высадки в заливе свиней. Это потрясающие люди. Я храню замечательные воспоминания о наших приездах сюда в ходе предвыборной кампании. Мы посетили и Флориду, и конкретно Майами в ходе предвыборной кампании, и здесь встретили такую поддержку. Мы за нее очень признательны. И также мне была оказана огромная честь. Мне была вручена награда от общества ветеранов высадки в заливе свиней. Спасибо большое. Всем спасибо. Для меня большая честь. Спасибо моему настоящему другу, вице-президенту Майклу Пенсу. И спасибо городу Майами. Мы любим Майами. Для начала хочу сказать, что я очень рад, что госсекретарь Рекс Тилерсон и я, а также команда талантливых сотрудников сумели добиться возвращения на родину Ота Вармбайера из Северной Кореи. И теперь он смог воссоединиться со своими родителями. То, что с ним произошло в Северной Корее, это ужасно. Но хотя бы он теперь находится в руках своих близких, и они могут о нем заботиться. Также мой хороший друг Стив Скалис получил пулю за каждого из нас, и ему сейчас тяжело, он испытывает. Может быть, стоит заранее предупредить пожарников. Мы рады, что здесь присутствует столько лидеров, общественного мнения политических лидеров, я хочу выразить глубокую благодарность человеку, который стал моим другом, хотя он, я вам должен сказать, это очень сильный и трудный соперник, сенатор Марко Рубио, замечательный парень. Он человек жесткий, человек крутой. Он человек крутой, он человек эффективный, и он любит вас. Также я слушал выступление другого моего друга, конгрессмена Марко Диез Беларда, и мне очень понравилось то, что он сказал. Марио, я благодарен вам за ваши слова. Собственно говоря, я хотел встретиться с Марио, но когда я появился здесь, он был на сцене, мне сказали, что он выступает. Я хотел даже его сначала стащить с трибуны, чтобы поздороваться. Так или иначе, я очень рад его здесь видеть. И я также очень рад видеть еще одного моего хорошего друга, и хочу поблагодарить его за то, что он здесь сегодня с нами. Это губернатор штата Рик Скотт. Боль, ему сейчас хуже, чем можно было предполагать, но благодаря этому наша страна, наше общество стало более солидарным, объединилось. Поэтому спасибо Стиву Сколизу, и давайте сделаем так, чтобы семейство Вармбир и семейство Сколиз, чтобы мы помнили о них, чтобы они были в наших молитвах, чтобы мы заботились о них. И нельзя не отметить прекрасную работу полиции, сотрудников полиции. Не так ли? И давайте помолимся также о будущем, мире и безопасности для всего нашего народа. Я так рад стоять здесь, вместе со всеми моими друзьями, находиться в так называемой «Маленькой Гаване». «Мне здесь нравится». «Мне нравится этот город». «Спасибо, спасибо». «Здесь живут замечательные...»